В условиях современного ритма жизни, когда все загружены работой, делами бегут, утром бегут на работу, вечером бегут с работы, какие-то дела, дом, семья и так круговорот. Чем больше город, тем сложнее и быстрее живем. Конечно, йога помогает. Йога – это такой островок спокойствия и возможности выдохнуть, отвлечься, оставить какие-то все дела и суету вовне, за пределами зала, выкинуть весь круговорот и жвачку мыслей, просто посмотреть на себя, какой он есть, какие мы есть на самом деле, заглянуть внутрь себя, посмотреть вокруг, прислушаться, присмотреться вообще к миру, он многогранен и подчас мы не видим того, что происходит вокруг нас, потому что загружены и мозг все время что-то делает, работает, анализирует. Иногда нужно выдохнуть, все прервать, отдохнуть, расслабиться. Йога отличный для этого способ. Первый упражнение, которое нужно сделать, нам нужна стена, кусок стенки. Лучше взять какую-нибудь подушку, что-нибудь утолщение, кладем вниз, дальше. Ногу мы ставим на стену, вторую выставляем вперед и руку ставим на какое-нибудь возвышение, можно стульчик, стопку книг, домашний какой-то предмет, в данном случае используем кирпич для занятий. Что делаем для чего? У нас есть большой мышечный массив, много мышц на передней поверхности бедра. Как правило, они напряжены и оттягивают кислород на себя, в том числе они из-за своей объемности. Расслабить мышцы очень легко, в данном случае растяжением. Когда мы ставим ножку, вы сами почувствуете, когда это сделаете, почувствуете растяжение бедра, передней поверхности ноги. Растяжение нужно сделать слабеньким, сильным, не на пределе, когда чувствуем, что сейчас что-то оторвется. Так не надо. Слабо-средний. Рукой тело стабилизируйте, так чтобы руки были примерно на ширине плеч. Без перекоса в одну сторону, а с распределением. Одна рука с одной стороны, другая рука с другой стороны. По времени минута-полторы, дольше не обязательно. Потом ножки перебираем. Так же со второй. После этого почувствуйте, что и ногам легче, и ходить легче. Ну и вообще как-то жизнь будет играть новыми красками. Упражнение следующее, которое стоит сделать. Это растяжение задних поверхностей ног. Мы с вами сейчас говорили про переднюю поверхность бедра, но у нас есть много мышц на задней поверхности ноги. Для этого нужно ножку выпрямить, вторую подобрать и сделать наклон к прямой ноге. Не обязательно захватываться за стопу, можно захватиться за голень, за колено. Старайтесь спинку не ссутуливать. В сутулой спине здоровье никогда не водилось, поэтому лучше ее распрямить. Пусть тело будет повыше. И наклоняясь, стараемся сначала вниз увести живот. Здесь задача. Почувствуйте, как растягивается задняя поверхность ноги. Растяжение может быть в разных местах. Икроножная мышца под коленом бедра, ближе к колену, ближе к тазу, непринципиально. Где? Главное, чтобы растягивалась не сильно, непредельно. Минута-полторы по времени этого будет достаточно. Помимо этого, у нас очень много мышц на теле. Мышцы пресса, грудные мышцы, мышцы спины. С ними хорошо сделать скрутку из положения лежа. Для этого нужно лечь на спину. Одну из ног согнуть, поставить сверху и развернуться, лечь на бок. Сейчас размещусь поудобнее. И ручку сдвинуть в сторону. После этого нужно просто полежать. Здесь должно быть ощущение такое, что представьте себя утром. Вы проснулись, лежа в теплой кровати, потянулись, зевнули и решили так и полежать. Примерно такое ощущение в скрутке и нужно поймать. По времени фиксации минуты две. На одну сторону, потом на вторую. Здесь будут растягиваться мышцы пресса, грудные мышцы, рука висит. Это сразу даст большое растяжение, расслабление. И в совокупности растянули задние поверхности ног, передняя поверхность бедра, мышцы живота, грудные мышцы, мышцы плеча дельтовидную, мышцы руки будут растягиваться. Очень много мышц придут в расслабленной состоянии. Но следует не путать расслабленное и слабое. Слабое – это когда мышца не может что-то сделать, а расслабленная – когда она просто не напряжена. Расслабленные мышцы – это не обязательно слабые. Они могут быть тренированными, сильными, но просто расслаблены из-за того, что сейчас нагрузка в данный момент не требуется. Будьте расслаблены. Дель – это великолепная на сегодняшний день, наилучшая, самая многогранная и полноценная система психофизического совершенствования человека. То есть любой вид спорта, к какому бы мы ни подошли, плавание полезно – полезно. Бег полезно – полезно. Чтобы мы не взяли что-то полезно. Но полезно в чем-то. Йога полезна настолько многогранна, что она полезна с многих сторон, со всех сторон для человека. Нужна нагрузка для сердца, тренирующая сердце и сосуды – она есть. Нужно развить легкие – легко. Нужно добавить пластичности в теле и продлить жизнь суставам, мышцам, сухожилиям, продолжить жизнь, обычное функционирование в большем, в преклонном возрасте, в больших годах. Йога дает возможность. Что бы мы ни захотели, в йоге всегда можно этого достичь. Нужно просто грамотно, с нужного конца, с нужной стороны подойти. Мозг перегружен. Мы все время в постоянном стрессе. Перенапряжены группы мышц определенные, потому что мы о чем-то думаем. Мы все время переживаем на стресс на работе вокруг. Йога позволяет подойти от обратного. Не в уме копаться, а расслабить мышцы на теле. Растянуть, развернуть их, убрать напряжение. И это даст сигнал в мозг, что бы там напряжение ушло. Мы по-другому взглянем на свои вещи и проблемы, которые были. Они не будут казаться такими острыми, злободивными, непреодолимыми. Йога – это наиболее полноценная система, которая на сегодня существует. Нет аналога. Все, что связано с телом, или берет что-то из йоги, какие-то отдельные кусочки вырывает, или придумает что-то свое, но получается узко в каком-то определенном коридоре, диапазоне. Но, на мой взгляд, нет смысла брать что-то узкое, усеченное, вырванное из контекста, когда можно воспользоваться просто оригиналом. Зачем брать копии, если есть что-то настоящее?